всех приветствую на канале на ремонте iphone 6 у него короткое замыкание по питанию и нажимаем на включение защиты он уходит в защиту при подключении 1 вольта защиту убираем а вы это один ампер теперь давайте выяснять что а вы это один ампер включаем блок питания перед этим естественно мы можем прозвонить питающие линии тигриса тристара либо сразу подаем напряжение и замораживаем плацу точнее подаем напряжение давайте так сделаем подаем напряжение и смотрим что греется видите что у нас нагрелся транзистор по моему выходной сейчас посмотрим по схеме ну это и присуще короткое замыкание во вторичке соответственно кондерчик этот будет звонить короткое значит этот ключик мы подаем после этого ключа питания в сторону основной платы потому что ключ этот начинает греться так как он самое слабое звено в этой цепочке так открываем схему смотрим куда нам нужно подать питание ключ снимать пока не будем питание подавать будем щупами так у нас в этой цепи соответственно греется ключ ключ 1403 вот сюда приходит у него вот на эту линию основное питание это выбор а в цице майн уже на плату выходит вот сюда соответственно на этот кондерчик то есть пришло питание у нас на на ключ ключа уже выходит питание на всю основную плату на основной плате вот этот вот кондерчик греется в козе точнее эта линия в когда не сам кондер может быть видите на трансивер уходит питание ну и на всю основную плату даже на вайфай модуль обычно кстати вот этот вайфайный кондер находится в козе очень часто давайте его прозвоним смотрите что на него мы подадим наверное питание сам простая линия цице майн у нас в коротком замыкании но не факт что проблема в этом кондере так как он расходится на всю материнскую плату так подпаяться будет удобно да не будем мы подпаиваться мы сейчас просто подаем питание замораживаем плату подаем питание на эту линию так массу на плату делаем заморозку давайте делать ставки что у нас будет в козе я люблю именно такую для себя гадалочку делать так предполагаю чисто для себя интуицию свою проверяю что будет когда значит ответственно у нас когда должно быть повод с и самая то есть соответственно вот эти конденсаторы которые идут в этом и конденсаторы либо что может быть на просто уходить соответственно да вот вот сюда что у нас тут еще дальше на питание модема ну и так далее давайте предположим сделаем ставки что у нас будет в козе я чисто визуально по плате предположу не знаю мне нету даже идеи никакой что это может быть но кондер вай фай слишком такой в хорошем состоянии давайте я предположу что это в цепи модема будет какой-нибудь из конденсаторов допустим пусть будет вот этой линии давайте вот на него и ставочку делаю c20 3220 ну вы делаете любое свое предположение итак поехали нагреваем замораживаем точнее плату давайте сначала в этой цепи подаём питание я правда не помню варианта вот это да был ну мне ничего не греется если честно конденсатор видите вай фай целый модернная часть целая это тоже целая то есть есть еще вероятность что сам этот конденсатор дохлый либо тигрис хотя тигрис не должен быть давайте еще раз по схеме проверяем правильность подачи моего напряжения вот верхний ключ все правильно то есть еще вероятность что тигрис вот этот вот в коротком замыкании тигрис обычно не греется если короткая под тигрис допустим прогорели или слиплись вот эти дорожки она не нагревается так ну еще со стороны проца может быть проблема придется крышечку поднимать и подавать на кстати говоря на подсветке он висит давайте крышечку взернем посмотрим что со стороны проца тут эти работы проводились по по диризе ну там вопросов не будет ну там ну там тигрис ну там Продолжение следует... 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 Вопрос в том, что почему Бреть именно так В общем, принцип такой Я подаю на ВЦЦ Майн Вот в эту сторону Она не греется Подаю в сторону Самой катушки Она греется И она уходит в свою очередь На вот эту микросхемку И все На Q-Pro На Q-Pro Так Так Короче Снимаем дроссель Снимаем либо паяльником Походу по паяльникам Вроде удобно добраться Бреть И если мы его сейчас снимаем, и на этой линии, где сейчас паяльник нету КЗФ, соответственно, КЗФ Майна уже после этого дросселя. После этого дросселя идет только на пивпоект. Так, все снимаем. КЗФ Майна не хочет укрепиться. Продолжение следует... Тот же принцип, плюс, и кладем на пузу. Разваливаем цепочку. Чуть-чуть даем остыть. Это у нас в CCMINE, на котором был КЗФ. Пробуем, касаемся. Замечательно. КЗФ осталось по линии КПЭКТ. Нету никакого замыкания. Все тут красиво. Окей. Поехали дальше. Соответственно, мы это исключаем. Дальше у нас идет катушка. Вот это. Вот эти кондерчики. Так, что у нас еще по CCMINE? Ага. Вот эта катушка. Вот эта микросхема, но она не грелась, пока ее не берем во внимание. Так, обратно. Вот эта катушка. Это на подсветку. Но она тоже пока не грелась, ее пока не будем мучить. Дальше вот CCMINE у нас. Ребят, ну а почему нет? Вот CCMINE вот сюда еще идет. На QPOET. И на кондерчике. И вот еще один дроссель какой-то. Она опять же на него уже идет. Снимаем его. Пробуем прозвонить. Вот этот вот. В коротком замыкании. Вот этот в коротком. И он идет на VCCMINE. И соответственно на QPOET. То есть не на массу. Не на массу. Поднимаем QPOET. Так, я не буду, наверное, переключаться пока на микроскоп. Сейчас, вот он вот, кипает. Разводим. Просто мне сейчас удобно смотреть на тему. Понимать, что еще ее полотка в CCMINE. И вот так. Продолжение следует... 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 Да, походу, походу, это так и есть. Вот так и есть. Так, под гильдой, в принципе, криминала нету, все там на месте. Так, под гильдой. Да, интересный случай. Так, ввиду того, что это линия 4 вольта, подпаиваем теперь провод. Выбираем точку для подпайки более-менее мощную. Вот, кстати, вот этот вот будет достаточно мощным. И мы подпаиваемся. Так. 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 Дай его восстановлю клеим, но проверяем. Так. Также есть интересный looking гар Could show the disc. Так буду о drin Meghan hebben Так. Доволь еще вопросом спит немножко. Скорее всего какой-нибудь из микроскемы. Так, 4,2 вольта и защиту убираем 2 ампера. Смотрим, что глядится, а мне так вообще ничего не греется. Есть ещё вариант выжигания. Даже намёка нету, чтобы что-то грелось. 4 вольта и 2 ампера. Вот, падение на 1 вольта сваливается. Так, переворачиваем плату. Так. 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 Ничего. тоже ничего меняем ток до 3 апер апер У меня просто предположение, что что-то связано с подсветкой. Огрева нет. Здесь все, тут небольшое первое тайло, но не факт. Здесь начинает шипеть. Ну, из того, что можно предположить, это единственное, что появится в первую очередь. Давайте ее убирать. На нее, соответственно, также приходит в HDMI. Замерин. Субтитры сделал DimaTorzok 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 не должно быть. Тут у нас все чистенькое. Так, остается вариант, конечно, выжигания исключить микросхемы, но не самый лучший вариант эти изменоки. И источник этот короткого замыкания. Видите, модем не греется, в общем, я его дублирую буду. Контрольное питание модема не греется, и вся обвязка по кондерам также не греется. То есть однозначно это не кондер, кондер бы сразу нагрелся по цепи кодека. Опа, нашел! Ребят, ну это стоило, конечно, долгих усилий. Вот он, кондерчик, греется. Подаю питание. Огрелся. Победили мы его за 58 минут. Теперь все придется восстанавливать все поднятые микросхемы. Ну и поднимаем этот теперь стандерчик, гадостный. Так, я его даже выпаивать не буду, я его всклопну, потому что он находится под обратной стороной процессора. и мы его просто сейчас отковырнем. Нагреем и отковырнем. Упорно он, конечно, не хотел проявлять себя 3 ампера. Только на 3 амперах со снятыми микросхемами он более-менее подал признаки. Так, вот это, да, по-моему. Так, вот этот бой. Так, вот это дело, если у меня его использовать. Блин, оторвал прям с куском платы. Ну это всё фигня, ввиду того, что он у нас пойдёт под этот, по ВЦЦЦ Майл, мы его вместе с него поставим просто любой другой и поставим мычку от этого пятачка. Так, теперь чистим всё это с вокруг. Пришли 250 рублей? Да, что-то пришло. Да. 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 Вставим тигрив. Так вичем зонуу берем. Будем вспоминать расположение при座них зонах. Продолжение следует... 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 Вот теперь сравниваем с тем, что у нас есть. Так, наш ключик будет внизу. Вот это вы смотрите. Для сравнения, вот у нас 2 толстых жилки и тут вот у нас 4 жилки. То есть переворачиваем. Вот он ключик. Вот он ключик тоже соскочил. И припаялся на ключик дешевый. Все, оставляем маленький поток. На 300 градусов. Все, тегрис там на свое место. Теперь берем ключик. Здесьudsубь. На 130. Рыба. Подписывайтесь на свой tahun. Продолжение следует... В dualной. На 1000 Franken, простоみцион on. Снер momans на этот смысл. Сüllt чувck тебе больше. Чтобы под Ausлил, сгореть. Рыба. А 6 если identifying space-то на 1 в materials. Рыба. Слышам. Перей. Продолжение следует... 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 Так, вспоминаем ключик. Иногда проще стимул открыть, иногда проще на доноре посмотреть. Тут всегда по разному, когда как. Потому что у меня есть все ссылки. Открываем схему. Так вот, ключик 1. Открываем схему. Открываем схему. Продолжение следует... 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 Да, алё. Да, наверное, да. Да, вроде нет. Да, можем съездить. Сейчас я доделу телефончик и наберу. Окей. Давай. Давай. Так, ещё что хочу сказать. Видите, ковер у меня уже такой подзасрался, грязный. Лучше его либо перевернуть, потом вынуть. Вот. Чтобы с обратной стороны ничего не прилипло. Так, вот я не почистил. Так. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...